Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Я напоминаю нашим зрителям, что сейчас идет период предвыборной агитации. И по новому закону, который приняли депутаты Государственной Думы, в одной программе кандидаты-журналист появляться не могут. Поэтому все внимание нашему гостю. Наш гость сегодня Дмитрий Оськин, кандидат в депутаты законодательного собрания Край от партии «Патриоты России» по советскому одномандатному округу номер 6. Дмитрий Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Мне всегда интересно, когда известные предприниматели, а вы состоявшиеся бизнесмены, в Красноярске об этом известны, идут во власть. Зачем он это делает? Вот зачем вы это делаете? Ну, скажем так, я состоявшийся человек, у меня есть семья, два сына. И мне не безразлично, как вообще происходит жизнь вокруг меня, вокруг моей семьи, вокруг других людей. Это, в первую очередь, экономика, это экология. Это можно долго перечислять, но смысл в том, что на протяжении достаточно уже длительного времени ничего не меняется. И я живу в городе Красноярске и прекрасно вижу, что ничего за этот период времени практически не изменилось. Из того, что нам обещают, да? Да, из того, что нам именно обещают. Все то же самое. Даже где-то становится все хуже. Я уже на протяжении трех месяцев встречаюсь с людьми, хожу по дворам, делая свою вот эту предвыборную кампанию. И я много для себя открыл нового. То, что мне казалось, еще где-то можно было закрывать глаза и на что-то. Сейчас, как у нас снищает народ, идет прямо обнищание народа, экология. Дышать нечем совершенно, особенно, скажем так, жителям советского района. А вы знаете, о чем говорите? Вы живете в советском районе? Или просто избираетесь? Да, именно. Я проживаю... Я вначале жил в Солнечном, сейчас я живу в Северном. Неохота, чтобы этот район стал другим, чтобы... Он страдает, наверное, больше всех районов, я так думаю, по экологии, по точечной застройке. Это район, он с наибольшим количеством проживания людей, где мало школ не хватает. Вот в Солнечном были, там дети учатся в несколько смен, и детских садов не хватает. Проблемы в районе очень большие. В основном стоят кирпичные дома, и мало зелени, не хватает деревьев, дороги разбитые, ямы кругом, машины, которые брошены, непонятно как припаркованы. И власти смотреть на это более пристально, и людям самим надо смотреть более пристально. Ну, я так понимаю, то есть у вас просто много сил в бизнесе, вы чего-то достигли, и эти силы еще хотите потратить на то, чтобы помогать людям? Я именно хочу быть народным депутатом, а не депутатом от финансо-промышленных групп. И это очень ответственно, и считаю, должно все получиться только из-за того, что я знаю, как добиваться своей цели, и знаю, как можно к ней прийти. Это работа, работа, еще раз работа. А как бизнесмен, какую власть вы хотели бы видеть? Вот что вас не устраивает сейчас? Вот, я так думаю, что власть, она живет своей жизнью, бизнес живет своей жизнью. Вот, во-первых, очень много бизнесменов, которые участвуют в различных социальных проектах и города, и многие бы и участвовали, но некоторые из них не то что боятся, просто у них такая позиция лишний раз, может быть, как-то держаться в стороне. Не высовываться, чтобы тебя не заметили. Да, не высовываться, потому что знают, что власть где-то придавит, где-то надавит, и поэтому у нас, да и в народе, наверное, такое лучше, как говорится, зачем лишний раз высовываться, чтобы, как говорится, ну, за это и не пострадать, скажем так. Ну, вы говорите, лишний раз не высовываться. Все гости, которые приходят в нашу студию, чиновники, федеральные политики, все говорят об одном, надо помогать бизнесу. Надо делать то-то, то-то и то-то. У всех прекрасные программы, как слышатся они, да? Вот вы представитель реального бизнеса. Ну и что, кто-то что-то делает в реальности? Я в бизнесе с 94-го года. Хочу сказать за себя, что мне никогда никто не помогал, ни на каком уровне. Я все делал сам, своими руками. Я из простой русской семьи и всего добивался сам, своими силами. И поэтому, как бы пройдя этот путь, считаю, что я бы пригодился именно и в законодательном собрании Красноярского края, когда принимались бы те решения, которые бы именно нужны не финансово-промышленным группам, а именно нашим людям, жителям Красноярского края, города Красноярск. Ну вот смотрите, когда говорят о том, что мы должны слезть с нефтяной иглы и развивать бизнес, и поэтому количество проверок должно быть меньше, контролирующие органы не должны мешать, налоги. Вот это в реальности все происходит? Вы это видите или нет? Ну, частично, может быть, где-то есть, частично. Но, в принципе, я думаю, если нарушения какие-то есть, то, естественно, эти нарушения, они и будут. Что-то, как бы, все равно приходят, все равно проверяют, это было, есть и будет. Но, в принципе, проверять, наверное, надо, я так думаю. Потому что у нас и менталитет такой, и народ, если его не проверять, то это тоже, как бы, ну, наверное, не очень-то все хорошо. Но нужно все делать в меру, дозированно, а не так, что, как бы, многие люди и в ходе проверок, ну, мы же знаем, что кто-то и с бизнесом расставался, как бы, ну, вот, различные были варианты. Поэтому здесь я считаю, что проверки нужно именно делать там, где их нужно делать. И я думаю, вот эти все органы, которые проверяющие, они прекрасно знают, кого нужно чаще проверять, насколько чаще. Потому что, если человека проверяют, которому и так и не помогают никак, и плюс его еще и проверяют, плюс еще кредиты непонятно, под какой процент банк дает, и человек создал рабочие места, соответственно, мы потеряем и человека, мы потеряем и рабочие места. Но вот сейчас в кризис, мне кажется, к бизнесменам вообще должны относиться очень бережно и помогать. Вот это происходит в реальности, особенно сейчас? Я думаю, этого не видно на самом деле, насколько бережно относятся к бизнесу. Потому что бизнес у нас, вот, малый и средний бизнес, это у нас, он более, я считаю, ничем не защищенный, ничем. И вот, как я еще говорил про вот эти вот банковские проценты, это вот требует гарантии, и человеку, чтобы создать вот эти рабочие места. И вести в дальнейшем этот бизнес, чтобы это все как-то протекало. Очень много факторов скапливается таких, что и кризисные какие-то явления. И действительно, бизнесмен, он в первую очередь сам по себе, он идет и надеется только на себя. Ваше экспертное мнение вот по поводу кризиса нынешнего разное. Говорят, кто-то, говорит, через год закончится, кто-то, что и вообще не закончится. Вот что вы в реальности видите у себя в отрасли? Я вот думаю, что здесь оценка будет не по отрасли, а оценка будет вообще, учитывая наш край, в котором мы живем, ну, наверное, богатейший край, у нас есть и Великая река, у нас энергетика, у нас леса, угли. То есть у нас есть все. И вот этот вот уровень жизни, который на сегодня существует, он не соответствует вот тому, что мы имеем в крае, вот эти ресурсы, богатства. И поэтому многое зависит от того, насколько власть будет привлекать инвестиции в край. Инвесторы придут, чтобы создать, как вы знаете, у нас госдолг около 94 миллиардов рублей. Это, возможно, тоже будет, ну, мешать прийти инвесторам. Это люди, которые дают деньги, они же смотрят, куда и на что давать. Вы же, когда в банк приходите, мы понимаем, что если мы в один банк пришли, взяли денег, во второй банк пришли, взяли денег, в третьем нам не дадут, либо дадут уже под какие-то риски. Соответственно, здесь, я так думаю, что кризис года три, наверное, четыре, он, наверное, еще будет, как само явление. Только насколько это будет выглядеть, это, я так думаю, еще никто точно не знает. Это и здесь, я думаю, и внешняя политика будет играть, и банки те, которые также кредитуются, скажем так, не здесь, а где-то там, ну, деньги, которые приходят. Поэтому здесь трудно сейчас вот это все судить, а охота, конечно, чтобы это все быстрее закончилось. Ну да, а три-четыре года, о которых вы говорите, не очень приятная информация. Да, да. Очень неохота быть в этом состоянии, в подвешенном. Охота всем жить сегодня, радоваться жизнью сегодня, зарабатывать сегодня. Дмитрий Михайлович, я так понимаю, это ваш первый поход во власть, так скажем, да, первый раз вы избираетесь? Да, это я ни в какой политической партии до этого не состоял. Это первый мой поход во власть. Какие новые выводы вы для себя сделали? Вот у нас власть декларирует, что всем создаются равные условия. Что вы на себе почувствовали? Первый раз участвуя в избирательной кампании. Ну, я думаю, вот если далеко не забегать, даже проблема была повешать баннера, вот которые, придорожные баннера. Места не хотели давать, либо давали так нехотя. И на тех местах, которые, как правило, непроходимы и не пользуются таким спросом, которые, как вот я бы хотел. Хотя зарегистрировался я один из первых. И, в принципе, я когда обратился, еще никакие фотографии на баннерах не висели. Поэтому здесь как бы думал, что все равно где-то я смогу разместиться. В более лучших местах. Но так не получилось. А чем объясняют? Ничем. Я так думаю, что все-таки у нас партия власти, она хочет в законодательном собрании и в Госдуме видеть меньше патриотов России. Поэтому, соответственно, и идет вот такая вот у нас, скажем так, неравная. Хотя Владимир Владимирович Путин сказал, что всем должны быть одинаковые условия созданы. Скажите, Дмитрий Михайлович, вот то, о чем мы всегда спрашиваем крупных предпринимателей, бизнесменов, а должны ли они вообще участвовать в социальной жизни? Или они должны просто хорошо работать, развивать свой бизнес и платить налоги для того, чтобы уже власти дальше распределяли эти все деньги? Ну, в первую очередь они должны хорошо работать и платить налоги. А то, что касается социальных вопросов, это непосредственно на совести каждого руководителя предприятия. Я считаю, что я родился в этом городе, я живу в этом городе, и мне не безразлично, каким он будет дальше и какой он сейчас. Поэтому всячески, всесторонне я участвую во всех мероприятиях города. Это, ну, также помогаю спортсменам, юношам, хоккей с мячом, бокс на протяжении многих лет. И считаю, что это необходимо делать обязательно. И не я один такой, люди тоже делают. И я думаю, что это очень важно на самом деле. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, заканчивается наша передача, уже времени почти нет. Очень коротко, ваша семья поддержала вас, когда вы пришли и сказали, все, товарищи, я иду в политику. Ну, вот мне как-то всегда сомнительно насчет жены детей, чтобы они так аплодировали, кричали, ура, ура, папа теперь, все, политикой занялся. Ну, скажем так, в течение, наверное, суток была пауза, а потом все сказали, что да, иди. Ну, как бы и дети меня знают с положительной стороны, и жена, поэтому решили, что надо идти. А пауза, жена взяла паузу? Да, жена взяла паузу, потому что решение принял я, и я ей сказал, что уже да, я принял решение. И для нее это было, ну, маленько... Шоком? Да, как-то она отнеслась, что, ну, вроде бы, зачем, ну, потом, когда я ей объяснил, она меня поняла, и, в общем-то... Это называется, посоветовались, я типа перед фактом поставил. Ну, она меня поддержала. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. Это была программа «После новостей», до встречи в эфире. До свидания.